Девушки отдыхают И самые захватывающие приключения на краю света С этим справятся только самые отважные ведущие Коля Серга и Регина Тодоренко Алло, Альфа-Банк Кто из них проживет уикенд на краю света как миллионер А кто всего на 100 долларов Как всегда решает Орел или Решка Субтитры подогнал «Симон» Привет, друзья! Это Орел и Решка А это самая холодная столица мира Ланбатер Для тех, кто еще не понял, мы в Монголии Да Слышишь, я тут хотела узнать тебя А ты лошадей любишь? Люблю, очень Вот отлично! Бери 100 баксов Садись на лошадь и в первую ближайшую юбку Вот если выпадет мне золотая карточка, то именно так я и сделаю Да? Да, да Орел Решка Редина Вот твой портфель Честно, только что заслуженные 100 долларов А дальше я сама поняла А я со своей золотой картой отправлюсь, играючись по следам Чингисхана Монголия Это бескрайняя степь Дикие животные и потрясающие пейзажи Уланбатер Это современный город Высокие дома и широкие проспекты Одни тут по-прежнему живут в юртах и посудстводах Другие ездят на дорогих авто и живут в новостройках Но ни те, ни другие не теряют связи с предками Суровыми кочевниками, которые всю жизнь мечтали попасть за линию горизонта Я заказал себе самый эксклюзивный, самый необычный и самый крупной транспорт в Монголии Готовь ко мне Здравствуйте Меховой салон Деревянные кресла Четыре ведущих копыта Национальный тюнинг И мощность в целую лошадиную силу Ну что, Регинка, как дела? Нашла, как до города добраться? Да, нашла Если что, садись второй Смотри, не упади с коня Не беспокойся, Регина Не упаду Правда, проехать мне придется ни много ни мало 13 километров Не самый быстрый транспорт, но зато кабриолет Заказ такого транспорта обошелся мне в 200 долларов Правда, он оказался не совсем комфортным Когда я ехал в Монголию, я думал, здесь все будут ездить на конях Приехал, смотрю, а все ездят на машинах И только я один на коне Чук, чук, ну, пожалуйста, чук К тому же у моего кабриолета оказался довольно упрямый характер Может, его заправить нужно? Опа 95-го овса, пожалуйста О, другое дело Деньги я решила поменять прямо в аэропорту Чук, так я богата Представляете, 100 долларов превращается в 170 тысяч Тех самых монгольских тубриков А сколько до цента? Стойте, стойте, стойте За окном пустынно и холодно, несмотря на солнце Среднегодовая температура в городе 1 градус Летом тут бывает тепло Но зимы в степи суровые Минус 30 Минус 35 градусов Вот почему Улан-Батор считается самой холодной столицей мира Так как Улан-Батор со всех сторон окружен горами Я решила вначале оценить панораму города В Монголии проживает 4 миллиона человек И больше половины из них живут именно здесь, в Улан-Баторе Просто представьте Вот Монгория А вот, скажем, Южная Корея Здесь помещается 49 миллионов А на всем этом просторе всего 4 Из них большая часть живет именно в Улан-Баторе Куда не посмотришь, стройка, стройка, стройка А ведь еще 8 лет назад везде стояли юрты Никаких небоскребов, никаких новостроек Еще в 2006 году 40% жителей города жило в юртах Сейчас город строят целыми районами Представляю, что тут будет через 5 лет Кое-где здесь еще стоят юрты Но постепенно они застраиваются высотками Кстати, тут же я составила и первые впечатления о самих монголах Это оказались добрые, улыбчивые и спокойные люди Они грозные и воинственные, как я их представляла Глядя на то, как новостройки теснят маленькие домишки Я поняла, что хочу ночевать в юрте А то к моему следующему приезду их точно не останется А я, наконец-то, добрался до города Путь кочевника долг и сложен Особенно, если кочевник на коне, а все вокруг на машинах У них, видите, даже есть велосипедная дорожка А конные нету Мало того, что на конях не ездят Так и юрты в Ланбатаре какие-то многоэтажные Не знаю, как Монголия так быстро испортилась? Тесно в Батаре, только на дорогах Зато расстояния между домами очень большие Поэтому город кажется просторным Есть еще одна особенность, которая сразу бросается в глаза Точнее, летит в глаза Повсюду пыль, просто деваться некуда В Монголии практически не бывает осадков Зелени в городе тоже почти нет Пыль срывается с окружающих гор И толстым слоем ложится на город А вон моя гостиница Самое высокое здание во всей Монголии Все нормально Спасибо За 600 баксов я получил президентские апартаменты на самом верху Огромный номер с двумя спальнями и видом на Улан-Батар Класс, с видом на площадь и на Чингисхана И все в этом номере хорошо Кроме одного маленького недостатка Электрические шторы Током бьется Ох, ха-ха, у меня эти током бьются Много здесь Ай, ха-ха, твою ха-ха, за ногу, ну реально очень больно Из-за ворсистого ковра буквально все наэлектризовано и сильно бьется током Зато прямо под моими окнами главная достопримечательность Улан-Батара Площадь Чингисхана В Монголии настоящий культ Чингисхана Тут аэропорты, школы, улицы, отели и даже рестораны названы его именем А на проспекте Чингисхана есть центральная площадь Чингисхана с большим памятником Догадаетесь кому? А вот и он, самый известный монгол в мире Это для нас Чингисхан великий завоеватель, покоривший Китай и всю Среднюю Азию А для монголов он отец нации Ведь хан объединил маленькие кочевые племена в могучую державу И расширил ее владение аж до берегов Индийского океана А еще на площади есть весьма оригинальная плита Которая обозначает географический центр города Ну вот, я в самом центре города А это здание – дом правительства И в нем находится музей монгольской государственности А вход в музей абсолютно бесплатный Для бедного туриста в самый раз Ценные экспонаты монгольской государственности такие Старый ноутбук президента Первый мобильный одного из членов правительства Печатные машинки и телефоны секретарей первых лиц Часы, ручки и телефоны других членов правительства Ну ладно, музеи, в которых хранятся всякие раритетные вещи Какие-то регалии, реликвии Но то, что хранится здесь, вызывает шок В общем, монголы делают историю не только из прошлого, но и из настоящего Кто знает, может через сто лет эти экспонаты будут вызывать настоящий ажиотаж В ресторане одни десерты О, мороженое Спасибо Сливочное, я думал, будет на кобыльем молоке Бедные кочевники обедают в маленьких юртах Богатые в больших юртах А кочевники с золотой картой обедают в самой большой юрте в мире Кстати, вот меня встречают уже Здесь все по-хански Богатого кочевника встречают как знатную особу И верхом провожают до самых юрт Да, в левой стороне Все, ок Оба Спасибо, пожалуйста, по колочку Ставка – это остановка кочевников Ставка Чингисхана – это даже не ресторан А настоящий музей под открытым небом Тут все построено по образцу времен великих монгольских завоеваний Вместо комнаты залов – юрты А в центре юрта, которая и прославила это заведение на весь мир Зал, рассчитанный на 500 посадочных мест Это самая большая юрта в мире, построенная по монгольским технологиям Обалдеть Друзья, это БАД Директор Ставки Чингисхана и прямой наследник Чингисхана Влияние Чингисхана в Монголии настолько велико Что все прямые потомки великого хана До сих пор занимают высокие должности И руководят успешными проектами Например, БАД является директором самого дорогого в Монголии ресторана Вот это памятник Чингисхана И покрыли золотом Реально золотом Ну да, ну тратили 6 килограмм Офигеть Вы представляете себе, эта статуя покрыта 6 килограммами золота Да что там статуя? Зал, в котором я буду обедать Называется Ханская юрта И на его стенах развешано Ни много ни мало 6 миллионов 600 тысяч долларов Ого, это барсы? Да, снежный барс Настоящий? Для справки Во всем мире осталось не больше 5000 снежных барсов И это с учетом тех, что живут в зоопарках Мех снежного барса на черном рынке стоит около 60 тысяч долларов А здесь в одной юрте их 110 Это вы убивали специально для юрты? Нет Это мы купили и на таможне Да что там снежный барс? Вот, например, думаете подделка? Ха, 17-й век 14 килограмм весит Шапка 4 килограмма Тягу к роскоши у монголов нетрудно понять Природой особо не полюбуешься Вот и тащили они в юрты золото, меха и прочие ценности Это для меня? Да, это для меня Как же я голоден-то Скромный ханский обед посреди мехов, золота и археологических ценностей Состоял из говяжьего супа Таким самого Чингисхана кормили Нежнейшие бараньи печени Народной монгольской выпечки И одного из древнейших монгольских блюд Запеченной конины Очень вкусно Чем же можно расплатиться за вкусный обед в золотой юрте? Конечно же, с золотой карточкой Кредитная карточка Голд Максио от Альфа-Банка Теперь можно и в обратный путь Пацаны, а где мой конь? Я твердо решила поселиться в юрте Для этого я отправилась в северную часть города В отель, в котором каждый постоялец может почувствовать себя настоящим кочевником Конечно, в этом хостеле есть современные, комфортабельные и отапливаемые номера Но кто едет в Монголию, чтобы пожить в современных, комфортабельных и отапливаемых номерах? Я буду жить в юрте Итак, за 16,5 баксов я обзавелась собственной юртой Именно в таких кочевые монголы жили с незапамятных времен Крепкие жерди, вбитые в землю по кругу И обитые войлоком из ячьей шерсти Вместо батареи печка Днем здесь так тепло Я надеюсь, ночью я не замерзну Вода в умывальнике Все очень аскетично Ведь простым кочевникам было сложно таскать за собой горы имущества Из признаков цивилизации только электрическое освещение И интернет Кредитная карта Gold Maximum от Альфа-Банка То, что должно быть у каждого путешественника Ведь с ней можно снимать деньги без комиссии В любом банкомате мира Даже на краю света Сейчас все модники Парижа, Лондона и Нью-Йорка Просто умрут от зависти Потому что я нахожусь в магазине Самого крутого в мире кашемира Монгольского Монгольский кашемир Это самая дорогая шерсть в мире Изготавливается он Из подшерстка кашемировых коз Которые водятся только в Монголии Из подшерстка такой козы и делают знаменитый монгольский кашемир В общем, монгольский конь у меня уже был В юрте я пообедал Пора приобрести себе монгольских вещичек Здравствуйте! Я хочу купить вот это Вот это и вот пальто, которое на мне Платить буду золотой карточкой После поселения я решила отправиться за город Монгольская дорога – это ручеек жизни В холодной бескрайней степи Только изредка попадаются загадочные статуи шаманов Допитые в землю колья с лентами А береги степных кочевников У монголов есть интересный обычай Чтобы дорога была удачной Нужно собрать три камня Обойти вокруг этой кучи И бросить три камня в гору Ну что? Раз Два И три Люди в ставках, как и сотни лет назад Живут в юртах И пасут скот при помощи мохнатых монгольских волкодавов А вокруг ни дерева, ни кустика, ни зеленой травинки Я направляюсь в загородный заповедник Горхи Терелш Чтобы полюбоваться монгольской тайгой и горами Хэнтэй Природными скульптурами из камня Такое ощущение, что кто-то взял И сложил эти огромные камни друг на друга И в результате получились огромные скульптуры Такая в Монголии суровая красота Сейчас тут бродят стада овец и яков А во времена Чингисхана Тут бродили воинственные кочевники А за миллион лет до Чингисхана Эту землю топтали своими лапами Динозавры! Круто! Огромные! Монголию называют родиной динозавров Большинство скелетов этих гигантских животных Которые сейчас стоят в музеях по всему миру Были найдены именно здесь Конечно, закрыто Чего можно было еще ожидать? Это старая заброшенная турбаза Ну, вход здесь один Через забор Дурной пример заразителен Можно подумать, они раньше не решались через него перелезть Ждали первопроходца Тут чувствуешь себя героем фильма про заброшенный город Тут чувствуешь себя героем фильма про заброшенный город Что вот там, недалеко, шумный Улан-Батор А тут так тихо и спокойно Как будто бы время остановилось Глядя на вечерний Улан-Батор с высоты своего люкса Даже не верится Что где-то рядом степь Стада диких животных И люди, которые живут в юртах Современный город Высокие дома Огни дорогих машин Все-таки 17 этажа Улан-Батор смотрится намного красивее, чем с коня Жаль, что нельзя путешествовать по городу на 17 этаже Может быть, в центре Батора все красиво и приветливо Но на окраине города мне было, честно говоря, страшновато Ночью температура упала до минус 7 градусов Холодно, невыносимо Может быть, кочевники с золотыми картами дрыхнут в тепле и уюте А нам, бедным, нужно еще помучиться Чтобы согреться Вот, начинает гореть Чтобы умыться Вода ледяная Минус 40 И чтобы улечься спать Может быть, ночевать в юрте в апреле не самая лучшая затея Не такая она и легкая, кочевая жизнь Очень красивый рассвет Я не зря встал пораньше Сегодня я решил посетить Ставку для туристов Место, где меня ждут настоящие монгольские развлечения Путь в Ставку лежит через национальный парк Кустай Родину знаменитых лошадей Прошевальского Въезд в парк абсолютно бесплатный Но добраться сюда можно только на крепком внедорожнике Аренда которого мне обошлась в 300 долларов Я проснулась от холода От жуткого холода Вот он, суровый монгольский лакшери Проснулся от холода Растопил печь Умылся ледяной водой В юрте плюс 5 Запах дыма и холодный пол Доброе утро, Улан-Батор Первых лошадей я заметил не сразу Смотри, лошади Это Прошевальского? Стоп, 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 стоп Обалдеть Лошади Прошевальского Сразу две Именно здесь путешественник Николай Михайлович Прошевальский И открыл эту знаменитую породу лошадей К середине 20 века животные вовсе могли исчезнуть С огромным трудом энтузиастам удалось сохранить лишь 12 лошадок И выпустить в степь Сейчас их тут более 300 А лошади Прошевальского во всех заповедниках и зоопарках мира Это родственники именно этих лошадок Иногда, чтобы получить лучшие кадры, приходится идти на журналистский обман Я попробую подобраться к лошади поближе Представлюсь другом Прошевальского Скажу, что у меня важное послание Все нормально Я от господина Прошевальского Видно, они с Прошевальским расстались не в очень хороших отношениях А теперь в Ставку Туда, где богатого кочевника уже ждут монгольские забавы Чтобы понять монголов, нужно поближе познакомиться с их верой Для этого я отправилась в самый известный буддийский монастырь Монголии Гандан На входе продаются специальные зерна Для того, чтобы кормить голубей В Европе кормить голубей запрещено Потому что считается, что они портят памятник и все такое А здесь наоборот Считают, что голуби – это переродившиеся души родственников, предков И поэтому их кормить можно И даже нужно Перед входом в Датсан Так называют буддийские монастыри Стоят специальные барабаны Которые верующие раскручивают руками Считается, что чем дольше вращается барабан Тем больше молитв засчитывается верующим Буддизм попал в Монголию благодаря тибетским ламам Поэтому и обряды тут такие же, какие совершают ламоисты на Тибете А это местная святыня монгольских ламоистов Это столб лам Каждый человек может подойти сюда и загадать свое желание А для того, чтобы оно сбылось, нужно обойти его вокруг Вот так Потрогать И прошептать то, что ты хочешь, чтобы сбылось В 30-х монгольские коммунисты безжалостно уничтожали все монастыри Когда дело дошло до Гандана Часть лам заперлись в стенах Датсана Который стоял на этом месте Их подожгли вместе с храмом По легенде, умирая, монахи держались за эту деревянную опору И их пальцы печатались в стол Рядом находится еще один Датсан А в нем другая достопримечательность Самая большая храмовая статуя Будды Считается, что эта статуя обладает целительной силой И на удивительной Внутри нее 27 тонн лекарственных трав Будда Авалакитишвара Это 25-метровая статуя Покрытая сусальным золотом И инкрустированная 2286 драгоценными камнями Кстати, у Авалакитишвары Просят не только о здоровье Но и о достатке Для этого достаточно окурить свой кошелек Благовониями, которые дымят рядом со статуей Чтобы мой кошелек всегда был полон золотой картой В монастыре начинаешь понимать Что миролюбивая религия Тибета Очень способствовала превращению монголов Из суровых кочевников В добрых и отзывчивых людей По бескрайней монгольской степи Я добрался до туристической ставки Место, где любой состоятельный кочевник Сможет поближе познакомиться С монгольскими традициями и развлечениями Здесь все уже готово к встрече дорогого гостя Ну, то есть меня Обалдеть Они меня встречают на яках Я чувствую себя настоящим ханом Чу! Як единственный из всех присутствующих Пахка не верит, что я хан Як, я хан Як, я хан, кстати, отличное монгольское имя Хоть ставка и туристическая Живут тут по-настоящему Пасут яков Ездят на лошадях Разводят ягнят Барашки А теперь скажите Давайте еще раз. Сейчас мне будут готовить традиционное монгольское блюдо для почетных гостей – Бодок. К сожалению, для этого блюда козе нужно будет умереть. Монголы верят в перерождение души. А значит, если в этой жизни козу ем я, то в следующей жизни коза будет есть меня. А значит, все честно. До встречи за ужином. Традиционная кухня кочевников еще отдает первобытной жестокостью монгольских завоевателей Бода готовится 7 часов Для этого козу оглушают и душат, чтобы не повредить шкуру После этого аккуратно вырезают мясо и внутренности Режут его кусками и кладут обратно в шкуру Вместе с раскаленными камнями, которые греют в засохшем навозе якор Приятного аппетита! После буддийского монастыря я решила узнать побольше о монгольских шаманах Ведь шаманские обряды в Монголии не экзотика, а повседневная жизнь Настоящие шаманы денег не берут К ним нужно идти с подарками Чтобы совместить приятное с полезным, я отправилась в одно из самых колоритных мест в Улан-Баторе Наран-Тул Наран-Тул это самый большой рынок в Монголии Говорят, что здесь можно найти все От продуктов питания до и из динозавров Рынок работает во все дни, кроме вторника Тут действительно продается все на свете Одежду и обувь гонят тоннами из соседнего Китая Поэтому она тут очень дешевая А местные умельцы привозят сюда целые горы товаров ручной работы Изделия из меха Аксессуары Украшения Украшения Доспехи и оружие И даже шаманские принадлежности Шаманы украшают свою одежду змеями А лицо закрывают вот такими масками Они это делают, чтобы не напугать людей Когда в них вселяется дух Злобяющий звук, правда? Пойду от греха А то так постучишь и нечаянно дождь вызовешь Это хингрик Специальный барабан для шаманов Для шаманского ритуала и вызова духов Мне нужно сделать кое-какие покупки Кограмм риса Два литра молока Вязанку дров И блок сигарет Чтобы вы понимали Духи курят Да Как довести все это до шамана Пока не ясно Руки две А покупок сами видите Ого Пока невинно убиенная варварским способом коза Фаршируется раскаленными камнями Для богатого гостя устроили Настоящие богатырские игры Жизнь кочевых монголов Постоянная борьба с трудностями Например Богатырь Батор Должен уметь заарканить яка с лошади У меня была задача попроще Набросить аркан на яка с земли Ай-яй-яй-яй-яй-яй Соскочил И, честно говоря, это было очень сложно Ну все Ребята, что делать дальше-то с ним? Следующим испытанием для меня Стало то, чему монголов издревле приучали с самого раннего детства Стрельба из лука Это мастер Батмунг Самый известный лучных дел мастер Монголии Он изготавливает луки Которые на официальных встречах президент Монголии дарит высоким гостям Коллекция луков мастера Батмунха огромна Вот особо дорогие экземпляры Друзья, я вас приветствую на Монголин Fashion Week И сегодня буду вам показывать лучшие луки коллекции весна 2014 Японский лук Индейский лук Большой монгольский лук И последний писк моды лук армии Чингисхана Ну что, постреляем Правда, соревноваться с Батмунхом не рановато Зато я могу подягаться с его внуками Не знаю, как сейчас Но раньше монгольские дети учились стрелять из лука с 4 лет Посмотрим, кто сильнее Богатый хан или внуки мастера Мишень мы выбрали самую дорогую и ханскую Мишень нам любезно предоставлена якам Умение обращаться с оружием у монголов в генах Так что, если вы думаете, что победа над внуками Батмунха досталась нелегко Ошибаетесь Батмунх, спасибо вам большое Вы не только лучший в Монголии мастер луков Вы лучший в Монголии мастер внуков Спасибо Спасибо, я покупаю этот лук А ваших внуков нанимаю в ханскую охрану Спасибо, пошли От рынка нужно добраться до окраины К дому шамана Поймать машину в Улан-Баторе просто Достаточно махнуть рукой А остановить маршрутку оказалось намного сложнее Остановок в округе просто нет Я чувствую, что я так долго буду маршрутку ловить Впрочем, вам всегда готовы помочь отзывчивые местные жители Что? Не, не, не надо, я сама Я сама, сама могу Ай, я просто не знаю, что тебя Блин, мужичок Ну что же ты за человек-то? Я иду, я иду, подожди Здрасте Вот интересно Что думают люди? Вперлась, значит, девочка Бондинка С дровами С пакетом какой-то еды Куда она едет? Так со всеми покупками Я благополучно добралась до юго-западной окраины Улан-Батора А окраина Улан-Батора весьма милая Не богата, но аккуратненько А вот и юрта шаманки Чем ближе подхожу, тем страшнее Что же ждет меня в этой юрте? Шаман тут живет? Да, да Я вот это принесла, вот Вот Все Устав от богатырских забав Богатый хан отдыхает в юрте Ну а обитатели ставки Развлекают меня, как только могут А это монгольский национальный инструмент Боренхур Послушайте, как звучит Вот это прием, я понимаю Спасибо большое Настало время пировать Коза готовилась 7 часов И наконец-то превратилась в бодок А перед застольем я решил купить шубу из меха яка Чтобы во главе стола сидел настоящий хан А не какой-то там турист Переоденусь и можно за стол Опа Опа О, Элечка, мой размерчик Есть бодок Это тоже ритуал Готовить и делить козу могут только мужчины Вначале раздают еще горячие камни Которые нужно держать в руках Местные утверждают, что это полезно для здоровья Вероятно, раньше таким способом просто дезинфицировали руки Воды-то в степи немного Затем старший племени лично раздает куски мяса Мне, как почетному гостю, должны дать самый вкусный кусок Я, правда, не совсем понимаю, какой из них самый вкусный Бодок Блюдо достаточно дорогое Стоимость козы и приготовления 300 долларов Поэтому некоторые местные впервые пробуют свое национальное кушание Друзья, берите, угощайтесь Вот Вы знаете Не зря Коза погибла, не зря Очень вкусно Это, пожалуй, самое вкусное мясо, которое я пробовал в жизни Значит, вот у нас такое правило есть Не как правило Нельзя показать лицо шамана То есть Снимать нельзя? Ну, так А я могу видеть? Вы можете видеть Ну, это будет как в своем форме Готово будет, тогда можно ее Ага Ну, нельзя тебе костик снимать Меня оставили ждать у юрты За стенами которой проходил ритуал Единственное, что я пока понимаю Это то, что в юрте живет настоящая монгольская шаманка Которая умеет предсказывать будущее при помощи духов Она там что-то кричит И приговаривает все время И бьет в барабан Во время ритуала Шаман призывает духов вселиться в его тело Иногда эти духи добрые Иногда злые Шаман словно отдает свое тело Чтобы мертвые общались через него с живым Можно? Уже можно На обратном пути я отправился к самой высокой конной статуе в мире С красивым названием Чингисхан возвращается домой Высота без постамента 40 метров Это самая большая конная статуя за всю историю человечества Вокруг постамента 36 колонн Символизирующих 36 великих монгольских ханов А на главной лестнице Монголы решили поставить еще и целую бронзовую армию Чингисхана Вот таких бронзовых всадников здесь будет 300 Если у вас есть 100 тысяч лишних долларов То у всадника может быть ваше лицо И это не шутка Ну а теперь внутрь В помещении постамента располагаются 9-метровый монгольский сапог Занесенный в книгу рекордов Гиннесса Как самый большой сапог в мире И символический золотой кнут Точно такой же, только поменьше Чингисхан нашел в этих краях И племена расценили это Как хороший знак свыше Вход в музей стоит всего 7 тысяч Копейки Но вид с площадки такой, что уже не до шуток Монголы говорят, что взгляд Чингисхана Устремлен в провинцию, где он родился Это не случайно Ведь настоящий Чингисхан домой так и не вернулся Так и умер Стремясь покорить все земли до самого горизонта Шаманами не становятся Шаманами рождаются Большинство шаманов имеют дело в основном со злыми духами Хозяйке юрты повезло Духи, с которыми общается она, ее покойные родственники Шаман, когда он встречается с кем-то Он может читать его мысли Слышать мысли И видеть его прошлое И что, что там сегодня Сейчас и будущее Вскоре начался ритуал Который снимать запретили Категорически Когда в тело шаманки Вселился дух Ее голос заметно изменился Словно это была не она, а кто-то другой разговаривал из ее тела Свой вопрос я даже не произносила Я его просто подумала про себя Этот дух бабушки, который вселился в шамана Читает мысли Тот самый главный вопрос, который я очень боялась задавать словесно Я о нем подумала И мне ответили Мне ответили на тот вопрос, который я просто подумала Я думала, что такого не бывает В общем, хотите верьте, хотите нет Но пока сам не увидит Но тяжело передать То, что я чувствую сейчас через экран телевизора Но если хотите проверить Просто приедьте и послушайте, что вам скажут Друзья, я хотел оставить для вас Клад достойный самого Чингисхана Но, к сожалению, золотая карточка Не пролезает в горлышко этой бутылки Потом я оставлю для вас 100 долларов Вот Ищите клад от богатого кочевника У монумента Чингисхану А великий хан присмотрит Чтобы клад достался только достойному человеку Монголия Монголия уже давно не суровая земля Беспощадных воинов Через несколько лет Эту страну будет совсем не узнать Но, несмотря на это Монголы не забудут ни своих духов Ни своих предков Ни своей истории 95-го овса, пожалуйста А тут так тихо и спокойно Как будто бы время остановилось И остались только динозавры Обалдеть Лошади проживай сколько А что делать дальше-то, Стив? Ай, я пропустила из-за тебя Гречо! Продолжение следует... Человек-ковер! Где ты это взял? Со стены. Серьезно? Регина, у меня под шубой собралась вся Монголия. Ну, вернее, впечатление от всей Монголии. Смотри. Ладно. Слушай, ну ты по-настоящему проникся в Монголию. Ты знаешь, я ведь думала, что это серый город, там, где до сих пор скатят на лошадях. Тут таково и было, но... Ну, там, где все по-старому, а тут нет, тут есть у него скребы, тут очень красиво, тут много торговых центров. При этом все, эти люди не теряют связь с прошлым. Они реально общаются с духами. Ты знал, что можно пригласить бабушку? Пра-пра-пра, бабушку на чай. Конечно же, она у меня долгожитель. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...